ближайшая подмосковья большой пруд два больших гостевых флигеля вот один построили процентов на 70 осталось интерьер второй флигель будет здесь и там спа комплекс состоящие зоны бассейна бани русской и некоторых других функциональных зон здесь этот струк мы сделали из бревна диаметром 36 сантиметров тот блок 38 когда мы говорим 38 сантиметров это не среднем не по мне максимальный диаметр это минимальный то есть вершина бревна 38 сантиметров если скажем даже встречается 40 42 ничего удивительного потому что бревно вершины и в камле мет 56 сантиметров разницу подшивка в данном случае сделано нетрадиционно для нас способом это лиственница лобовая доска темно-серебристая это фальц фальцевая крыша здесь на этой бане наличники окна тоже изготовлены из лиственницы отличие этого конкретно сруба от других многих что здесь мы выступаем качестве субподрядчика то есть например вот фундамент бойцы делают самостоятельно инженерные сети тоже самостоятельно наша часть это сруб и кровля ну вот наш спа комплекс это т-образная в плане конструкция монолитный железобетон цокольный этаж обеспечивает все жизнеобеспечение комплекса а сверху наши замечательные бревнышки но вот если говорить о методе сборки то по сути вот у нас есть место где бревнышки лежат на подкладочках тут же мы крепим термообработанный джут паз вылет крана позволяет монтировать бревна без каких-либо хлопот на торсах бревен помечена карандашом нумерация даже самые большие срубы площади до 1000 квадратных метров с помощью русского алфавита и арабских цифр раскладывается до каждого бревна то есть у каждого бревна есть свое положение в срубе и это положение мы заранее знаем почти во всем этом объеме минимально будет бревенчатой структуры почти все здесь это стеклянные панорамные витражи они будут открывать вид на вот этот замечательный пруд копка занимала несколько миссов заполнение займет до полугода сруб в данном случае наверное самый сложный элемент конструкции готовка к реализации этого проекта и рубка заняла у нас почти полгода а сборка всего неделю ну как обычно если все хорошо подготовлено то сам процесс окончательно финально он не занимает много времени поверхность она как видите пестрое серебристая шершавая с чешуей вот это где-то следы такие черноватые это следы оставшиеся под лугом от коры но вот для формирования таких стволов нужно около 20-30 лет именно с того чтобы дерево стояла на корне 20-30 лет нужно а для того чтобы выросла нужно 250-300 лет вот например вот здесь на одном сантиметре заранее могу сказать у нас около 15 лет то есть вот ствол за 15 лет в данном случае растает всего лишь на один сантиметр а диаметр этого бревна 38 сантиметров но в центральной части растет дерево как правило гораздо быстрее если мы поднимемся наверх то мы увидим что все бревнышки спрягаются друг с другом с помощью шпильки и гайки это позволяет срубу быть стабильным даже в условиях если он монтируется не на таком стабильном фундаменте как в данном случае здесь честно говоря маловероятно что будут какие-то подвижки фундамент очень прочный тем не менее технология сохраняется то же самое бревнышках можно встретить даже вот такие подарки от природы это растительность которая растет на дереве после того как она умерла и в течение 15-20 лет вот она приобретает такой цвет иногда еще приобретает новых новые такие украшения некоторые люди думают что это может быть мог это из причина того что дерево испортилось нет нет красота к правилам ее сохраняем много есть бревнышек с очень богатой текстурой при этом внутри в древесине у нас очень плотная медово-розовый цвет он очень хорошо становится заметен когда мы распиливаем это бревно для отделки интерьера здесь у нас нет необходимости никак обрабатывать этот сруб еще нет усадки сразу после изготовления этого стенового комплекта мы начнем изготавливать крышу весь сруб мы знаем что после того как появится крыша усядется где-то на полтора два процента и это позволяет нам сделать весь интерьер в течение одного строительного сезона душу 1 сентября здесь все будет сделано под ключ очень скоро появятся кровельщики и мы начнем работать с крыши одновременно изготавливаем окна двери и подготовлены интерьеры и внутреннюю отделку при этом когда мы используем этот материал для отделки очень хорошо становится понятно что вот это внешняя брутальная такая структура когда каждое бревно это мох это какие-то шершавости какие-то рытвенность это все это внешне а внутри плотная ясная текстура которая не требует какой-либо обработки которая дарит вот эту красоту природную который нам так сейчас по душе становится потому что ее становится все меньше и меньше в этом мире пластика металла и прочих индустриальных материалов а